Во вторник вечером на юбилейное 22-е ретро-ралли Монте-Карло из Минска стартовали два авто ГАЗ-21. Оказывается, в 1964-м именно Минск был выбран руководством автопрома СССР как отправная точка для поездки в столицу Монако. Там даже выпустили специальную марку по этому поводу. И это сегодня мы хорошо знаем про МАЗы на Дакаре. А вот первый гоночный МАЗ был совершенно далек от нынешнего грузового брутального образа. К сожалению, такие машины не сохранились. А вот Волги, те самые, на которых покоряли Монте-Карло, отлично бегают и до сих пор. Ралильные легенды и реальность у моего коллеги Константина Степанца. Последний 42-й участник соревнований только что прибыл в Монте-Карло. 42 автомобиля только горстка из стартовавших. Цифры говорят сами за себя. Это были суровые испытания для экипажей и для автомобилей. «Мужчина и женщина» фильм 66-го года отлично передает атмосферу события. К нему прикованы взоры миллионов. Вот она, наглядная реклама автопрома. Участвуют только серийные машины. Между тем, как раз тогда СССР нуждался в валюте. И на ралли в 64-м отправляется советская команда на Волгах и Москвичах. Ну вот примерно таких. Да не совсем. «Три литра объем двигателя. В штатной Волге был 2,5 литра. Мощность порядка 200 лошадиных сил, а у стандартной была 75 лошадиных сил. Давайте я открою». А эта Волга едет уже на ралли Монте-Карло и Старик 2019. Такой вот камбэк через 55 лет. И никого-то здесь по одежке уже не встречают. Ведь знакомые все лица. К участию в соревнованиях допускаются только модели автомобиля из числа уже принимавших участие в ралли Монте-Карло с 1955 по 80-е годы. Правда, с некоторыми оговорками. «В Волгах стояли в то время два дивана. Вот и наши деды участвовали в соревнованиях, сидя на этих диванах. Но это было очень опасно. И, соответственно, мы установили спортивные сидения. Все разрешено делать раздельные сидения спортивные, производство «Спарка» итальянцев и ремни четырехточечные, тоже спортивные». Сейчас это уже не реклама серийного автопрома. Элитный клуб энтузиастов. Ходят слухи, что штурман Себастьяна Лева Даниэль Элена в этом году подготовил «Фольксваген Гольф МК-1» с тремя сотнями лошадей под капотом. «Монстр» в шкуре Агнца. Команда государства, которого уже нет на двух «Волгах», представляет в том числе и Беларусь, которая входила в то государство. Но в Минск по пути на запад заехали не только по этому поводу. Площадь Ленина, да, отсюда, наверное, и стартовали. Как известно, ралли устроено по принципу звездного сбора. Это когда участники стартуют из разных городов Европы и, в конце концов, на пятый день собираются в Монте-Карло, где проходит финальный этап. В 60-е годы среди городов, из которых стартовал ралли, был и Минск. И надо сказать, что отсюда стартовали не только советские спортсмены, но и многие западные, в том числе и победители 1964 года. Экипаж Падди Хопкерка и Генри Лиддена на Морис Купер С спустя 4500 километров, пролетев за 83 часа 9 стран, выиграл ту гонку. И тем самым принес всемирный успех во многом революционному для своего времени автомобилю мини, соответственно, Купер. В некотором смысле можно сказать, что старт всемирной славы этого британского бренда был дан в Минске 18 января 1964 года. Кстати, тогда стартовали поздно ночью и сейчас вышло тоже ненамного раньше. И тем не менее, даже в такое время желающие взглянуть нашлись. Они уехали, но обещали обязательно вернуться. Ведь помимо всего прочего, это тоже одна из миссий напомнить, что память об эпохе у нас все же общая. Не только у белорусов и русских, у жителей Союза и европейцев. Ведь не зря же едут москвичи на Волгах через Минск на ралли в Монте-Карло. Константин Степанец, Дмитрий Андрюшин, Игорь Фетченя, Контуры ОНТ.